Добрый день! Вы на канале Крафт энд Фикс. И сегодня у нас обзорный ролик о технике родом из Советского Союза. В гараже был обнаружен вот этот пыльный металлический чемоданчик. На шильдике мы видим надписи. Зарядный аппарат ВЗА 1069У2. Номинальный ток 5,5 А. Напряжение батареи 6,12 В. Год выпуска 82-й. Ну и главное, сделано в СССР. Ну что же, давайте откроем и посмотрим на этот зарядник из прошлого. Кабели для подключения аккумуляторной батареи. С достаточно уже уставшими зажимами. Видим переключатель входного напряжения 220-127 В. Хотя СССР перешел на напряжение 220 В в конце 60-х годов. Но местами сеть 127 сохранялась по некоторым данным аж до конца 70-х. Ну, видимо, по этой причине вся советская техника выпускалась с возможностью переключения питающего напряжения. Также тут есть предохранитель, который по классе заменен жучком. Лампа индикации включения и подсветки шкалы прибора. Амперметр для измерения тока зарядки с пределом 10 А. Также сделанный в СССР в 1981 году. Переключатель тока зарядки. И выходные клеммы для 6 и 12-вольтовых аккумуляторов. Этот прибор, судя по информации, которую удалось найти, выпускался в разные годы в разной модификации. Как по внешнему виду, так и по внутренней начинке. Но объединяет эти приборы тот факт, что сделаны они на базе блока питания от известного в советское время кинопроектора Украина, который производился одним из заводов кинопроектора Украины. Ну давайте заглянем внутрь. Крепится передняя панель на 6 винтах. Откручиваем и вытаскиваем панель со всей начинкой из металлического кейса. Вот схема этого прибора, которая приведена в книге «Зарядные устройства». Она предельно проста и не содержит какой-либо автоматики. С помощью галетного переключателя происходит переключение первичной обмотки трансформатора и тем самым изменяется выходное напряжение на вторичной обмотке. Выходное напряжение управляется мостом на диодах большой мощности D242. Максимальное обратное напряжение этих диодов составляет 100 вольт. Максимальный прямой ток до 10 ампер. Рабочая температура от минус 60 до плюс 130 градусов. Как мы видим, тут они установлены на ординатор во избежание перегрева. В цепи общего провода включен амперметр с пределом измерения 10 ампер и плавкий предохранитель, который в нашем случае уже заменен жучком. Если обратить внимание, то схема, приведенная в книге, относится к более поздним версиям аппарата. В ней отсутствует переключение на 127 вольт а теперь давайте подключим устройство в розетку и посмотрим какое напряжение по факту оно выдает без нагрузки, а также с нагрузкой в виде аккумулятора. И сравним с данными со схемой. Как мы видим, максимальное напряжение с нагрузкой в виде аккумулятора практически соответствует тому, что указано на схеме. Ну что можно сказать по итогу. Безусловно, это устройство достаточно безотказное и практически неубиваемое, там попросту нечем ломаться. Но при зарядке оно требует контроля над процессом зарядки и регулировки тока заряда. В наше время я все-таки предпочту использовать автоматическое зарядное устройство. Поставил, включил и забыл. По окончании заряда оно отключится само. А этот аппарат пусть останется артефактом советской эпохи. Переделывать его во что-то современное, наверное, не стоит. Хотя, если вы считаете по-другому, делитесь своим мнением в комментариях, ставьте лайки. Если ролик понравился, подписывайтесь, это поможет развитию канала. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok